Это ведь тот самый Кадыров, который преследует и убивает чеченцев за то, что они хотят быть похожими на пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Мы-то это знаем? Вы не имеете никакого отношения к исламу. Вы люди, у которых нет вообще ни малейшего шанса на спасение в день суда. Салам Тумсо. Слышал давно, что чеченцы хотели встретить Гитлера на белом коне. Можешь развеять этот миф? Нет, это правда. Мы хотели встретить его на белом коне, но потом у нас Власов на нем ускакал. Мы не смогли его встретить. Слава Богу, чеченец. Призываю Рамзана Кадырова остановить эти псевдорезультаты. Сколько можно творить беспредел? Собери их и дай им приказ, чтобы они не трогали безвинных. Они же очерняют твое имя, и так не особо светлое. Я тебя огорчу. Это не они его очерняют. Это его установка. Они делают то, что хочет от них он. А он делает то, что хочет от него он, сидящий в Кремле. Так что здесь все взаимосвязано. А вот эти результаты, о которых ты говоришь, это не индивидуальная такая чеченская практика. Это общероссийская тема. Вся российская правоохранительная система работает на этих результатах. Есть нормативы, которые нужно выполнять. Это смешно, конечно, но у них реально есть нормативы по убийствам, по воровству, по грабежам и так далее. Что мы подразумеваем под нормативом? Это типа в месяц или в квартал должно быть, допустим, 10 краж, 3 убийства, 2 грабежа. И они все это должны раскрыть. Да, у них так все работает. Так что это просто так изменить не получится. Чтобы это изменить, нужно поменять людей у власти. Либо люди у власти должны поменяться, что крайне маловероятно, что они поменяются. Как думаешь, если уберут Кадырова, поставят Сазана или Лорда? Это очень тяжело предугадать, если такое произойдет, то кого они на его место поставят. Но это все будет зависеть от конкретной ситуации, за что и того будут убирать. Очень много всяких таких моментов. Мы это никогда так не предугадаем. Очень много людей, которыми они могут заменить Кадырова. В зависимости от ситуации. Все будет зависеть от того, чего они хотят. Ну что, ты посмотрел репортаж Грязного про совещание Кадырова? Нашел интересные моменты для нового расплачительного видео? Я, кстати, сегодня перед эфиром копался на их канале. Что-то я не нашел там. Никакого совещания, которое было бы интересно, заинтересовало. Единственное, я нашел другое одно видео. Оно немножко уже устарело, наверное, потому что оно было снято на так называемый день рождения пророка, Миримус и Аллаха, который... Ну, в Чечне они определили, что это день рождения пророка, Миримус и Аллаха. И они празднуют некий день. Хотя на самом деле это день смерти посланника Аллаха, саляму асаляму асаляму асаляму. Короче, и вот в этот день в мечети в Шалях Муфтий в Чечне делает просто удивительнейшую, просто жесточайшее заявление. Он говорит, что в день суда пророк Миримус и Аллаха, он скажет, говорит, вот так по имени, он скажет, «Эй, ты, сын Ахмата Хаджи, Рамзан, иди сюда, встань, говорит, рядом со мной». Вот так вот он его выведет, говорит, и поставит его рядом со мной. «Субханаллах, что ты несешь, Межиев, я Аллах, ну ты же прекрасно понимаешь, что не то, что там его никуда не выведут, его, тебя, всех вас, лицемеров долбанных, вас всех в этот день мордами в землю поволокут и закинут в преисподнюю, вы будете гореть в гиене вечно». Вы же это знаете, вы же те лицемеры, которые знают, что их ждет в день суда, вы же, зная это, вы творите сегодня это нечестие на земле. Вы ведь не имеете никакого отношения к этой религии, вы не имеете никакого отношения к исламу. Вы люди, у которых нет вообще ни малейшего шанса на спасение в день суда. Вы это прекрасно знаете. Как вы можете так нагло врать людям? Я Аллаху, я просто поражаюсь. Бывает вот это, этому бесстыдству. Когда я вижу вас, я понимаю, насколько человечество бесстыжее, насколько среди нас есть люди, ничего не сойдящееся, которые могут говорить, нести все, что угодно. Настолько вы отвратительны. Как хорошо. Это единственное, что нас радует, наверное, в этом мире, в этой жизни, что придет тот день, когда вы не будете спасены, когда у вас не будет никаких шансов, когда вам воздадут по заслугам за все то, что вы творили. И эти все ваши речи, вот эти вот постановочные репортажи, какие-то высказывания, когда Кадыров оскорбляется за то, что Макрон что-то там говорит про ислам, когда Кадыров заступается за посланника Аллаха. Это все спектакли для людей, не посвященных. Ну, когда ты стоишь в Чечне и чеченцам говоришь такие вещи, но мы-то вас знаем. Лучше вас самих мы вас знаем. Мы-то знаем, что этот Кадыров, который типа оскорбился за то, что там во Франции карикатуру на пророка, мир ему и благословения Аллаха, иллюстрировали, значит, на муниципальных зданиях, это ведь тот самый Кадыров, который преследует и убивает чеченцев за то, что они хотят быть похожими на пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Мы-то это знаем? Вы кому рассказываете эти сказки? Мы-то знаем, что Кадыров и вы, вот это его духовная армия, так сказать. Вы те самые люди, которые за следование пророка Мухаммаду, мир ему и благословения Аллаха, убиваете, уничтожаете людей. Вы те самые люди, которые объявили войну тому, с чем пришел посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Вы объявили войну единобожию. Вы с Минбара в мечети, вы призываете к многобожию, и вы заставляете людей совершать многобожие. Когда на ваших зеератах становится безлюдно, вы заставляете людей ездить на эти зеераты и совершать там многобожие. Вы те люди, которые объявили войну тому, с чем были посланы все посланники на эту землю. Поэтому эти ваши спектакли, они не для нас. И когда вы чеченцам рассказываете такие сказки, что в день суда, в день суда скажет пророк Мир ему, сегодня Аллаха, вот там Рамзан, сын Ахмада, иди сюда, вы-то прекрасно знаете, что в этот день, в этот день Господь Миров скажет ты и Рамзан, и его отец Ахмад, вытащите их обоих и забросьте их в преисподнюю. И воздаянием подобным грешникам будет пламя ада. И вы знаете, что вас поволокут вашими лицами, таская ваши лица по земле, вас поволокут и забросят в пламя ада. Вы это прекрасно знаете. И что вы будете гореть там вечно. Нет у вас ни малейшего шанса выйти оттуда. Потому что даже малейшей частицы этой веры, этой религии нет в ваших сердцах. Вы лицемеры, которые пытаются красивыми речами обмануть людей. Но придет тот день, когда ваши речи вас не спасут. А спасет только то, что было в сердцах. Вимбельдон, а как же то, что они, мюриды, будут как голуби пролетать над пророками и те им будут завидовать. Этот номер отменяется, что ли? Да, это отменяется. Этого полета не будет. Единственное, куда они полетят, это будет гиена. Вот туда они точно полетят. Субтитры создавал DimaTorzok